Всем привет! На связи Школа Инглиш Шоу. В прошлый раз мы говорили о секретах успеха Павла Дурова, и то видео вызвало хороший отклик, так что мы решили снять продолжение, как и обещали. Если вы все еще не смотрели предыдущее видео, то самое время это сделать. Ссылку оставим в описании и в подсказках. Кратко о том, что мы тут разбираем. У Павла Дурова есть свои секреты успеха, которыми он делится в своем Телеграм-канале. Именно их мы и разбираем. Кстати, напишите в комментариях, как по-вашему, какое изобретение Павла Дурова самое крутое? ВК или Телеграм? И почему? Итак, начнем со следующей цитаты. Читай книги. Примерный круг. Твоя профессиональная область. История, естествознание, личностный рост, социология, психология, биографии, качественная художественная литература. Нет времени читать, потому что ездишь за рулем? Слушай аудиокниги. Золотое правило. Читай, слушай, как минимум одну книгу в неделю. Это 50 книг в год, которые перевернут твою жизнь. Слово sample встречали те, кто сдавал экзамены на английском. Это пример или образец. Помните sample papers? Образцы заданий. Слово произносится по-разному в британском и американском английском. Сампл. Британский вариант. Сампл. Американский. Just a sample. Просто пример. Сэмпл диалог. You have a wheelie bag? Пример диалога. У тебя есть сумка на колесиках? Также в цитате Павла есть интересное слово. Quality. Качество. Quality in their once great products was gone and that was that. Качество их некогда замечательных продуктов исчезло. И все. Не путайте его с количеством. Quantity. Quantity. One gel cap and one vial. Your Honor. Quantity. One gel cap and one vial. Your Honor. Количество. Один гелевый колпачок и один флакон, ваша честь. Как видите, чтобы сказать, что что-то высокого качества, нужно добавить слово high. High quality. Низкое качество, наоборот. Low quality. High quality dental office six front desk. High quality dental office six front desk. Высококачественная стоматология ищет администратора в приемную. Very low quality. But we don't tell him that. Очень низкое качество. Но мы ему этого не скажем. Фух. С quality и quantity мы разобрались. Какие там еще советы дает Павел? Начни вести блог или дневник. Все равно о чем. Не беда, что ты не обладаешь красноречием, и у тебя будет не больше десяти читателей. Главное, что на его страницах ты сможешь думать и рассуждать. А если ты просто регулярно пишешь о том, что ты любишь, читатели обязательно придут. В этой цитате привлекают фразы It doesn't matter. И never mind. It doesn't matter. Неважно. Не имеет значения. It doesn't matter because the night is already ruined. It doesn't matter because the night is already ruined. Неважно, потому что ночь уже испорчена. Never mind имеет немного другой оттенок. Не беда. Не бери в голову. Ничего. Never mind that. Go and get the brandy, а? Never mind that. Go and get the brandy, а? Не бери в голову. Сходи за брендей, а? Конечно, мы не можем пропустить еще одно слово из цитаты. Кстати, его очень любят классики. И слово это eloquence. Красноречие. I've always admired your eloquence. I've always admired your eloquence. Я всегда восхищалась твоим красноречием. Не знаю, как вам, но нам кажется, что Павел использует очень крутую фразу. The main thing is. Главное – это. Напишите в комментариях, если знали эту фразу. But the main thing is your voice. But the main thing is your voice. Но главное – это твой голос. Еще в цитате есть слово reason. Но переводится оно не как причина. Именно этот перевод встречается наиболее часто. А как рассуждать, размышлять? А в каком значении используется этот глагол reason? Здесь. Напишите в комментариях. Выберите верный ответ. А с нас подарок за первый правильный ответ случайному комментатору ровно через неделю. Итоги подведем в сообществе канала. Итак, в каком значении используется этот глагол reason здесь? Напишите в комментариях. Первое – повлиять. Второе – убедить, уговорить. Третье – заставить, действовать. Четвертое – конфликтовать. А пока вы печатаете свой верный ответ потными пальчиками... Потными пальчиками? Что? Кто мне это пишет? Меня опять будут ненавидеть, как за ту шутку с айфоном. Ну ладно. А пока вы печатаете свой верный ответ потными пальчиками в попытке ухватить приз, мы напомним, что глагол reason with является фразовым. Именно эти глаголы вызывают массу трудностей у изучающих язык. Поэтому мы с коллегами в English Show собрались и составили список наиболее часто употребляемых фразовых глаголов. Специально для вас преподаватель записал видео с разбором некоторых из них. Ребят, всем привет! Меня зовут Анна, и я преподаватель в English Show. Сегодня я предлагаю вам вместе со мной разобрать несколько английских фразовых глаголов. Ну что, поехали? И первый глагол – turn away – отворачиваться. Когда по телевизору показывают операцию, мне приходится отворачиваться. Turn away – отворачиваться. Фразовый глагол номер два. Get off – уезжать, уходить. If we can get off by 7 o'clock, the roads will be clearer. Если мы сможем выехать к 7 часам, дороги будут свободнее. Get off – уходить, уезжать. Фразовый глагол номер три. Turn on – включить. Mom, can you turn on the light, please? Mom, можешь включить свет, пожалуйста? Turn on – включить. Кстати, если turn on – включить, как будет выключить? Какой фразовый глагол будет означать выключить? Пишите свои варианты в комментариях, и мы потом обязательно проверим. Фразовый глагол номер четыре. Cut off – отрезать. He cut off a slice of bread. Он отрезал кусочек хлеба. Cut off – отрезать. И фразовый глагол номер пять. Figure out – выяснить, сообразить. It takes most people some time to figure out new software. Большинству людей требуется время, чтобы разобраться с новым программным обеспечением. Figure out – выяснить, разобраться. А сколько фразовых глаголов знали вы? Пишите ответ в комментах, и увидимся с вами на правном уроке в English Show. Если вам понравилось объяснение, не забудьте поставить лайк под нашим видео прямо сейчас. Кстати, приходите к нам на бесплатный урок, чтобы поработать с фразовыми глаголами и стать увереннее в английском языке. Ссылку для записи на занятия вы найдете также в описании под видео. Следующая цитата Павла Дурова звучит так. Проводи с толком каждый выходной. Сходи в музей, займись спортом, съезди за город, прыгни с парашютом, навести родственников. Сходи на хороший фильм, расширяй зону контакта с миром. Чем больше новых впечатлений ты пропустишь через себя, тем интереснее будет жизнь, и тем лучше ты будешь разбираться в вещах и явлениях. Начнем разбирать фразу с конца, потому что тут все самое интересное. Вот, сто процентов, что вы не знали этого. Слово «феномена», «явление», используется во множественном числе. А где же окончание «эс», Павел? Но нет, никакой ошибки нет. Это слово пришло из латинского языка, и его род меняется понемногу другим правилам. В единственном числе это будет «феноменон». «Definite medical phenomena». «Определенные медицинские явления». Ну и замудрили эти англичане, да? Теперь еще и слова, заимствованные из латинского, запоминать придется. Следующее, что привлекло наше внимание в цитате Павла Дурова, это конструкция «the more», «the more». Правда, не обязательно всегда использовать именно эти два слова. Можно взять любое прилагательное, в сравнительной степени. Better, higher, bigger. Вспомним, как звучит сама фраза. «The more new experiences you pass through yourself, the more interesting life will be, and the better you will understand things and phenomena». Чем больше опыта, тем интереснее жизнь, тем лучше ты понимаешь. Чем больше, тем веселее приятель. А теперь пример из «Хода королевы». Чем больше я смотрела, тем хуже становилось. Думаем, что принцип вы поняли. А попробуйте проверить себя и переведите одну из следующих фраз в комментариях. Первое. Чем теплее на улице, тем лучше я себя чувствую. Второе. Чем дороже отель, тем лучше сервис. Третье. Чем больше я думал об этом плане, тем меньше он мне нравился. Кто переведет без ошибок, тому второй подарок от школы English Show. А мы снова не успеваем разобрать все 25 цитат Павла Дурова. Но хотя бы еще одну мы все-таки обсудим здесь. Научись печатать на клавиатуре вслепую. Время – это одно из немногих сокровищ, которые у тебя есть. И печатать ты должен уметь почти так же быстро, как и думать. А думать ты должен не о том, где находится нужная буква, а о том, что ты пишешь. Вы же знали, что кейборд – это не только клавиатура на компьютере, но и синтезатор. The keyboard was up here. The keyboard was up here. Синтезатор был здесь, наверху. Обратите внимание на произношение. Очень многие произносят его как keyboard вместо keyboard. Возможно, вы быстрее запомните правильное произношение, если разделите это слово на два. Key – ключ, а board – доска. Дальше Павел говорит. You should be able to type. Be able to означает быть способным что-то сделать. В настоящем времени мы можем заменить этот оборот на одно слово. Can. Но будьте осторожны, так как между ними все-таки есть разница. Can – это ваша способность, ваше умение. Например, I can play football. Я могу играть в футбол. Be able to – это ваша способность на момент речи. I'm not able to play football now. I don't feel well. Я не могу играть в футбол сейчас. Мне нехорошо. Конечно, это не единственная разница между be able to и can. В примере из цитаты Should be able to type мы не можем использовать can с глаголом should, поэтому там используется конструкция be able to. Being able to talk. Being able to talk. Быть в состоянии говорить. You'll be able to relax. You'll be able to relax. Ты сможешь расслабиться. Вот такой вот этот глагол be able to. А на этом у нас все. Ставьте лайки, если было полезно. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. В следующий раз для неподписавшихся пощады не будет. Также напоминаем, что по ссылке ниже вы можете попасть на бесплатный урок в English Show. С вами был Голос English Show. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok